привет вы на даче супер сегодня мы начинаем наш обзор с огурцов почему с огурцов потому что хочу похвастаться первые у нас появилось в этом году два огурца которые уже можно использовать салат вот это один и вот 2 вот еще есть 1 3 вот на следующей неделе надеюсь их будет больше есть много завязи дождались что называется вот они красавчики сегодня и мы их будем резать салат кроме огурцов сегодня в нашем салате еще будут и помидоры которые тоже созрели они немножко из-за того что две недели идет дождь они вот тут вот чуть-чуть полопались но уже спелые красивые идет дождь болото затянула ряской я сказал цвела делается . как кувшинки это наша картошка стоит вся зеленая красивая колородских жуков нет и она не пострадала в этом году от них но мы еще не копали так что не знаю какая но мы надеемся что покушать нам на даче хватит этой осенью клубничная грядка в этом году клубники мы собрали очень мало было очень сухо но после дождей вся теперь появилась новая листва красивая зеленая грядка получилось надеемся что хоть в следующем году мы наконец-то попробуем наш клубнику грядка с салатом салат двух сортов красный и зеленый в следующей грядке кабачок вырос большой зеленый цукини очень большой вот сегодня это был единственный кабачок кабачок зеленый это не кабачок а цукини вырос большой там вот еще несколько завязей в следующий раз сегодня созрели у нас томаты в основном красные но у нас есть и другие различные сорта вот это например сорт называется зеленый тигр томаты в него у него зеленые он такие можно сказать бледно-желтые зелеными полосками они еще сейчас они еще не сплелы это сорт помидора фиолетовый 1884 хорошо завязался уже начал зреть рядышком пустик тоже с такими же томатами еще есть несколько кистей выше это желтый ребристый хорошие тоже завязи будет желтого цвета и будет крупнее когда созреет это томаты полосатый шоколад уже видно что они полосатенькие будут вот но еще не спелые очень красивые плоды даже зеленые красивые в этом году посадила перец называется он в лесе вот такой вот не знаю даже как назвать остренький такой вот крыленький и остренький он как бочоночек остренький здесь у меня рядок с четырьмя кустиками ну вот первые завязались там тоже чуть дальше покажу а верхние пока не завязываются потому что очень влажно перцам нужно сухая погода чтобы они могли опыляться но сейчас у нас две недели идет дождь поэтому нижний ряд завязался а на верхнем только цветочки в этом году посадила перец это сладкий перец называется сигарелла из-за того что кустики почему-то плохо растут у него нет места для того чтобы стручки вытянулись в длину поэтому он вот такой вот так вот выглядит но и кусты почему-то они хотят расти вот еще один там вот еще один кустик дальше они сладкие они еще будут желтыми такими оранжевыми даже можно сказать почему-то не растут высоту кусты вообще непонятная ситуация созревают низкорослые томаты сегодня уже собрали их на салат прошел дождь такие влажные кусты стоят продолжаю знакомить вас со своими баклажанами по-прежнему они не цветут не хотят это варь кусочек специально для варьи она всегда ждет когда будет про баклажаны варя ты поняла это для тебя завязались перцы вот тут тоже в принципе на всех кустиков завязать вот красиво большой уже но опять же первый ярус завязался а дальше пока что он цветет где-то меньше где-то крупнее но во всяком случае в этом году мы будем с перцем сорт томата синяя груша видно что они будут синего цвета и форма у них очень интересная но больше не на грушу похоже ангар мое мнение она больше на инжир похоже и по виду и по цвету еще хочу показать один интересный сорт томата вот такие у него плоды я купила в прошлом году на рынке нашла в интернете розового цвета называется розовый клык не знаю насколько правильно я определилась с названием но оказалось что очень хорошие семена и хорошие получились результаты моего эксперимента вот они еще и вот там дальше вот на всех кустах есть плоды такие очень оригинальной формы будем ждать когда они уже какой-то цвет приобретут пока что они все зеленые еще один сорт томата называется сине-зеленая зебра должен быть по цвету такой серо-синий с зелеными полосками вот еще рядышком тоже из этого сорта это у нас сорт томата король сибири называется оранжевого цвета семена тоже были свои прошлом году покупали упаковку в упаковке потом собрали свои вот они и здесь с той стороны вот эти низко низкорослые фиолетовая фея называется они маленькие и мелкие будут соответственно фиолетового цвета урожай яблок и груш в этом году очень большой сегодня мы собрали яблоки белый налив в конце ролика покажу какой урожай груши еще рано собирать сегодня мы их попробовали они конечно еще не спел ветки просто обламываются здесь у нас растет малина наконец-то она начала расти благодаря дождям там тоже малина здесь кустик кабачков там буквально три растения огурец увидели какие они маленькие от ладах еще говорить рано огурцы мы собирали сегодня с другой грядки огуречной там у нас 10 растений опять мы возле баклажанов это другая моя грядка красивые растения зеленые нет на них колорадских жуков но к сожалению не цветут вот не знаю что с ними делать уже и выросли нормальные и все но нет цветов остается только ждать еще одна небольшая грядочка где мы пытаемся вырастить огурцы благодаря дождю они немножко подросли как видите они цветут плодов пока что нет но уже есть завязи что радует есть надежда что в следующий наш приезд мы будем кушать салат из наших огурцов это острый перец несколько только стручков есть хорошо обильно цветет надеюсь что концу лета мы соберем хороший уже в прошлом году у нас было достаточно много острого перца сеяла свои семена которые собирала в прошлом году мы находимся возле нашего небольшого огородика на котором растут помидоры по системе 5 в 1 5 кустов в одну яму как вы видите растение достаточно большие высокие но я так и выбирала сорта это сорт китайский такой как лампочки грушевидный там оранжевый и желтый оранжевый желтый сорт нижние кисти уже практически созрели рядышком это сорт сен-пьер французский сорт томатов высокорослый но почему-то они не выросли достаточно высокими вот завязалась по 2 грозди но это крупный томат красный крупный оправдывает себя этот метод не знаю нам нравится мы следующем году попробуем посадить большее количество томатов таким способом сегодня уже соберем урожай покажем вам сколько мы собрали томатов это сорт томатов синий шоколад рядышком такой же куст вот еще они не спелые пока что зеленые но самые яркие синие у нас на участке вот здесь у нас растет хороший куст базилика здесь вот еще один другой сорт рядом у нас черный принц огромный просто просто огромный плод вот здесь еще цветет он будет цвести вот рядом тоже такие вот черный принц тоже большие это не помню что-то оранжевый второй сибири на какой-то он короткий отсохла верхушка здесь оранжевый банан вроде бы его уже показывали вам там еще два кустика баклажана по-прежнему эксперимент за баклажанами продолжают это китайский сорт томата дзибаю называется вот тут помельче падает растение надо привязать этот покрупней а вообще одни имеют вот такую расцветку очень красиво это сегодня один был один созрел маленький кустик был у нас рано посажены вот они такие будут в этом году очень хорошие крупные всего у нас таких нам шесть или семь кустов потому что я много сортов разных сажаю и соответственно каждого сорта несколько кустиков вот такие красивые они розовые зелеными такими перламутровыми полосочками навязалась спаржевая фасоль даже наверно некоторое перезрело много вот сколько так что вот ведь желтенькая так что сегодня соберем здесь у нас растет капуста листовая холи красивая тоже благодаря дождю хорошо подросла как бы в этой грядке только рукава которая бушует уже зацвела это наш мангольд красивые такие листья две недели назад мы были на даче я собрала урожай практически целое ведро сорвала все листья все что были вот такого размера за две недели он полностью восстановился некоторые он даже зацвел там белые корешки здесь красные вкусный суп из мангольда получается я его заморозила порезала измельчила и заморозила буду варить суп уже зимой хороший очень овощ полезный листовая свекла ну по-другому его называть листовая свекла но очень любим его томаты черный дракон маленькие такие длинненькие уже созрели сегодня мы соберем красивый сорт ранний в этом году очень хороший у нас базилик вырос классический зеленый вот погода ему подходит видимо жарко и влажно вот поэтому красиво есть у нас еще фиолетовый лимонный разно сейчас я вам его покажу это 5 базилик фиолетовый это лимонный с лимонным запахом еще один сорт не скажу как ну и не фиолетовый и не зеленый мелколистные листики похоже на лимонный но лимонного запаха у него нет классический такой базилик в общем получается что у нас на даче четыре сорта разного базилика укроп уже зацвел будем его использовать теперь уже для маринада сегодняшний урожай яблок помидоров яблок получилось можно сказать пять ведер потому частично собрались дерево белый налив на небольшая мисочка помидоров вот так что это все везем домой будем что-то с этим делать клуба в цвету роза зацвела уже отцветает интересно с каким-то розовыми полосочками дело с розовыми прожилками цветок бархатцы очень высокие уже отцвел мак матиола все уже по отцветало ну вообще все зеленое красивое вдалеке наши грядки это панорама нашего небольшого огорода высокая календула которая заглушает мои баклажаны навязалось много помидоров некоторые из них созрели сейчас мы их соберем погода хорошая сегодня был дождик но очень тепло хорошо чтобы такое лето было и дальше спасибо за внимание ждем вас на нашем канале подписывайтесь ставьте лайки всего доброго до свидания